Ну что, друзья, добрый день! И тема сегодняшнего вот этого нашего небольшого видео это самореализация и предназначение. Почему я пишу это видео сейчас, когда прошло уже время? Потому что к этому сознанию определенному нужно прийти, что твое предназначение, оно заключается в том, чтобы нести какое-то знание людям и какую-то информацию. И, собственно говоря, когда ты можешь выкристаллизовать собственное предназначение, тогда ты идешь дальше, можешь обучать этому другу. Я написала вот такую вот схему, на которой никто ничего не увидит, но я все поняла. На этом маленьком тоником листочке сегодня я написала в крещенский сочельник. Собственно говоря, все свои продукты, которые были созданы за это время, что я живу на земле. Я думаю, что они были созданы не только за время, что я жила в этой жизни. Я думаю, что это действительно создавалось и готовилось к планам души достаточно долго. Поэтому, мои дорогие друзья, очень важно, чтобы мы с вами все-таки делали то, к чему у нас есть предназначение. Причем, есть определенные этапы жизни, на которых мы идем и встречаем определенных людей. Эти люди помогают нам двигаться дальше, открывают какие-то нам смыслы, открывают какое-то осознание. И очень важно, чтобы мы с вами понимали, в чем наше настоящее предназначение. Первое предназначение, о чем я и говорила, это реализоваться как жена, женщина. Если это мужчина, то предназначение у мужчины совсем другое. Он воин, защитник, арий, охранник, который защищает, охраняет, помогает, возделывает, развивает, улучшает. То есть у него предназначение шире и, возможно, не шире, но оно другое все. Предназначение женщины. Женщине, говорится, пройти приходится гораздо труднее путь, потому что она женщина. И, как говорили древние веды, вечные веды, я их называю, предназначение женщины заканчивается тем, что она становится гуянь-инь или женщиной, уравновесившей в себе мужское и женское начало. И она может идти тоже дальше. Так вот, друзья мои, получилось так, что у меня в моей жизни я вмещаю в себя три направления. Вот эти три направления очень долго и трудно выкристаллизовывались в моей голове и сознании. Сейчас они, можно сказать, сформированы. Первое мое направление, по которому я стала специалистом, это авторские труды. Я автор, писатель, журналист. И создала я свои первые материалы, такие как статьи. Я написала много статей на разные темы, ввела новые рубрики, работала журналистом, работала редактором и стала автором, в конце концов, своего собственного романа «Книга снов». Когда вышла «Книга снов», я полностью, абсолютно переместилась в сферу психологической работы и обучалась навыкам психолога, тренера. И это помогло мне в каком-то смысле, потому что много лет я создавала проекты, связанные с психологией. Я написала множество статей на тему психологическую и, получилось, создала, в конце концов, вторую книгу «Нити вселенной». Но даже эта книга является, по сути, своей публицистической, с художественными элементами. Когда я создала авторскую методику своей психологической работы, конечно, опиралась я на известных авторов, но больше они все-таки научно-популярны. Это авторы, которые реально помогают изменить жизнь, а не просто теоретизированная научная диаспора. И для меня такие люди, как Дипак Чопра, как Эстер Джерри Хиггс, такие люди, как Тони Робинс, где-то известные наши, как Стивен Кови, наши, скажем так, авторы в какой-то мере Александр Свияш, то есть все эти авторы, они помогли мне тоже сформировать это какое-то там свое представление. И мое знание, мое интуитивное видение, мои, возможно, наработки прошлых воплощений помогли мне создать свою уникальную авторскую методику. Таким образом, в моем предназначении сочетаются две абсолютно разные, но в то же время схожие идентификации. Это писательская деятельность, которая больше, я бы сказала, создается как поддержка, как работа с сознанием, с душой, и она не приносит мне каких-то колоссальных доходов. Она дает возможность зарабатывать на других вещах, на другом уровне, но самое главное, она дает возможность мне помогать людям и быть для них в определенном смысле каким-то светильником, который помогает осветить путь. Поэтому предназначение – это то, к чему мы приходим в определенный этап жизни, и оно для сознания очень масштабное, очень такое грандиозное. Вот это второе направление, когда я его создавала, получилось, что я провела такие вещи, как вуман дизайн, проекты для женщин тренинговые почти год с выездными практиками на выходе. Я провела проекты, связанные с журналистами и с работой тренинговой с подростками. Большое количество медитаций, групп практических я провела, можно сказать, терапия такая вот духовная, с детьми, подростками, которые ко мне попадали. Но самое главное, я была для многих учителем и наставником. И вот это направление учителя, тренера, преподавателя авторских проектов и как их создать, как их провести, оно шло также третьим звеном в моей жизни. Итого, получается, в моем предназначении было всегда три ветки, три ключа. Первый – это души людей, писатель, он всегда знает души людей, художник души человеческой. Литература – это зеркало нашего сознания. Психология – это инструменты нашего сознания. И уже проекты – это как мы создаем с помощью и того, и другого, какие-то новые картины этого мира. И осознать это очень трудно, очень много лет мне понадобилось, чтобы прийти к осознанию своего предназначения. Я была и учителем и осуждалась за это, и была психологом и тоже себя за это осуждала, и была писателем и отказывалась от того, что я написала книги, которые не продаются или продаются в небольшом количестве, которые надо еще продвигать, а я не умею. И много лет я на эту тему плакала и грустила, и опускала свои руки. Пока, можно сказать, этот этап жизни под названием «цепочка боли» не был завершен, и я решила стать частью цепочки радости. Я решила, что я теперь буду делать то, от чего я получаю радость. И это не должно быть всегда бизнес-ориентированно, то есть не всегда это приносит нам деньги или что-то, что нас обогатит. Иногда это бывает вопреки, через страдания, через какие-то там лишения, но мы не можем этого не делать. В этом суть предназначения. Суть предназначения в том, чтобы делать то, за что тебе, возможно, не платят, за что тебя даже осуждают, за что тебя где-то высмеивают, но все равно ты это делаешь, потому что это твоя суть, суть твоего внутреннего мира. И сегодня, друзья мои, я наконец-то пришла к такому, скажем так, идентификации Борна, так ее можно назвать, да, фильм такой есть, когда наконец-то я увидела эти направления в виде вот этой большой спирали. И как я могу подняться на другой какой-то уровень, как я могу стать шире и больше того, кто я есть на самом деле. Я пишу свои книги, люди их читают, потом они приходят ко мне на обучение, я их обучаю, потом они становятся моими друзьями и дорастают до того, что они становятся хорошими экспертами, специалистами. И я помогаю им создать проект, а упаковать его, сделать из него продукты, маркетинг, экономический подход, это уже следующий этап. Я помогаю вам, друзья мои, сделать проекты своей жизни, это самое главное, это главная, ключевая моя тема. Я хочу, чтобы люди научились создавать свою жизнь как проект. В своей онлайн-игре, селф-дизайн или самодизайн, вы, те, кто проходит, те, кто собираются пройти, только это ощутите на опыте, вы это поймете, когда будете проходить. Потом вы становитесь уже сознанием, которое развилось, и оно может уже делать свои собственные продукты, свои собственные идеи формировать, и в принципе начинает человек этап сотворения и процветания. И это невозможно, если у него нет идеи, нет мечты, нет проекта, потому что только этот уровень говорит о том, что ваше сознание раскрылось, то есть оно стало более свободным, расширенное, открытое миру сознание. Поэтому, для того, чтобы многие люди приходят в онлайн сейчас или куда-то в проекты и хотят, чтобы сделать какой-то продукт, который вот их срочно, они станут богаты, это мотивация изначально утопическая. Для того, чтобы развить проекты до уровня приносящего доход, нужно научиться жить этим проектом, проживать это каждое мгновение. И если, конечно, вы на правильном пути, то, конечно, пойдут к вам и клиенты, и друзья, и партнеры, и компаньоны, то есть это будет уже ваша, можно сказать, суть вашего предназначения. Что-то в своем собственном мироощущении каждый, конечно, открывает сам. Пройдя всю эту игру, пройдя все свои уроки, вы научились, мои дорогие друзья, понимать ценность каждого дня, ценность ресурсов, ценность того, что у вас есть. Вы научились чувствовать жизнь, а не пытаться ее понять, как мы писали в программах. И вот эти все годы, это на самом деле моя была подготовка. Десять лет я ждала, когда же все-таки стану я такой вот известной, или придет ко мне не столько ради даже богатой. Я хотела всегда стать, сколько мне хотелось, чтобы как можно больше людей узнало об этой методике, об этой информации, и научилась изменять свою жизнь. И вот сколько лет я, в принципе, это делала, и только сейчас я понимаю, что это все была подготовка. Подготовка к новому витку, к новому уровню, где уже проекты будут на мировом уровне, где уже будут выездные сессии, группы со всеми окружающими меня людьми. И вот в тот момент, когда ты выходишь на новый виток развития, ты понимаешь, что у тебя есть прошлое, которое важно сохранить. И важно не осуждать, и научиться быть благодарным. Потому что только благодарность поднимает энергию вверх и дает нам расширение. Если мы сохраняем обиды, злость, ненависть, осуждение к какой-то системе, которая нас кормила, которая нас поддерживала, к людям, которые помогали нам на том витке развития, когда мы развивались, и были обычными людьми, то есть еще ничего не открывшими. Это очень важно, чтобы мы это изменили. И я хочу сказать большое спасибо всем тем учителям, что встретились мне и протянули руку своей помощи. Я хочу сказать большое спасибо в конце всей нашей проектной работы Татьяне Хики, которая сейчас живет в Ирландии. Она родилась в моем родном городе. Когда я была готова и написала книгу, она приехала, обучила меня тренингам. Она взяла меня в группу стажером, показала мне настоящую практику психолога, настоящие тренинги. Они всю эту билиберду, которую дают в институтах, и которую 10 лет надо изучать. Она сразу мне показала инструменты. Бери, работай. Я взяла эти инструменты, начала работать. После нее была у меня близкая подруга Пятакова Евгения Кропачева. Мы учились в институте. Когда она пришла ко мне в жизнь, она подарила мне... Она мне сказала, вот тебе альбомный лист ватман, и ты будешь делать школьную институтскую стенгазету. И так все определилось. Я так и делаю теперь стенгазеты, придумываю интеллект-карты, которые называются, собственно говоря, и по ним уже создаю интересные продукты. После этого была Наташа Воронова-Бедрева, моя близкая подруга, которая помогла мне создать книгу снов, отредактировать ее, совершить прорыв, выпустить ее, финансирование, предоставить печатному варианту. Человек, который скромный и вежливо никогда с меня ничего не требовал. То есть, как бы, и изначально инвестировал в этот проект, как в творческий. Хочу сказать такие же слова признательности моей близкой подруги, которая меня кормила, Светлана Якимова. Она меня поддерживала, давала мне возможности. Помогала мне. Когда я была в декретах одинокая. Ну, то есть, когда моя карма давила так, что я не могла ее вынести. Вот. Хочу сказать большое спасибо, слова благодарности. Всем тем людям, которые мне помогали. И среди них, я хочу сказать, что большой вклад внес в меня. Как-то так получилось. Человек совершенно посторонний, случайно, которого я встретила. Это Евгений Ходченков, который придумал, создал игру «Твой старт». И в этом проекте я стала победителем 43-го потока. Исполнилась моя мечта. Я слетала на море. Я посетила Красную площадь. Я очень хотела побывать там. Побывала у Матронушки. Я побывала около собора Василия Блаженного. Я посмотрела на все это великолепие нашей страны. На всю ее мощь. Хочу сказать большое спасибо и Раткину Михаилу Викторовичу, который создал для меня площадку. И в этой школе я работала над созданием, упаковкой своих продуктов. У меня появился хороший, дорогой компьютер, iMac, который помог мне тоже создать эти все проекты. Вот я вам сейчас покажу. Вот это мой компьютерик любименький. И вот это вот за окном ведет метель. Вот это вот обычная моя рабочая площадка школьная, где я очень-очень много создала. Вот, друзья мои, хочу сказать большое спасибо за то, что я побывала в Москве на Олимпийских бизнес-играх. И там я действительно поняла, что будущее за этими проектами, будущее за инфобизнесом, именно ценностно ориентированным, за голубыми океанами, за возможностью приносить в мир благо через свои продукты, за то, что ты что-то делаешь действительно для людей, но и то же самое ты делаешь и для себя в конечном счете. За то, что я поняла, что все мы в одной лодке. За то, что этот человек, находясь на уровне высокого, широкого развития, способен подавать руку помощи и помогать начинающим тем, кто еще далек до такой истинной реализации именно бизнеса. То есть я тогда подумала о том, что я бы хотела достичь такого уровня, только как женщина быть, то есть чтобы у меня были свои такие результаты. А Евгений для меня в каком-то смысле он практически мой ровесник. Это человек, который достоин уважения. А потом случилось такое уже, когда завершение проектов было на всех уровнях, все я создала, все сделала, я встретилась с Тлану Маркину. Условно встретила, говорится, потому что встретились мы с ней, мне кажется, тоже не в этой жизни. А тут как будто бы, знаете, вспомнили друг друга. И когда я ее встретила в интернете, я ей написала пару слов под ее постом. И она мне написала в ответ, что я гений, и она мне поможет меня, как это, мою гениальность вывести в мир и поможет мне на этом заработать. Я это запомнила, это очень классная фраза. Потому что Света, она очень чистая сердцем, я бы сказала. То есть она очень пробивная, продуктивная, но она способна искренне любить. И в принципе в тот момент я пошла к ней создать вот этот автор-дизайн, проект для онлайн работы с авторами, то есть как сделать так, чтобы это была интересная школа авторов, чтобы люди ко мне шли, и чтобы мы могли развиваться, и я могла обучать по такой же своей теме уже, скажем, широкие массы людей в этом направлении. Вот, Света меня обучила, большое спасибо. Появилась Оля Аваткова, которая оказалась тоже с моей родной земли, с моего города Новокузнецка, о которой я писала, как оказалось, в своей второй книге «Пробуждение». Она по своим коренным принадлежностям относится к малочисленным народам Сибири. Наполовину у нее есть шерсткие корни. И Оля Аваткова, она, конечно, очень светлый человек, который нас объединил, создал нашу команду, помог нам сделать вот эту вот синергию, да, прийти к консенсусу, что ли, да, найти точки соприкосновения, преодолеть эго. Мы все прожгли свое эго, свое стремление к власти, к управлению, к деньгам и так далее. И сегодня я хочу сказать всем этим людям большое спасибо. А в моей работе мне очень сильно помогла одна девушка, которая была когда-то моей первой, одной из первых клиенток, прошедших у меня все курсы, выросла до уровня моего друга, до того, что мы с ней сделали очень классные вещи в виде... Она читала мои статьи, вырезала их, собирала, коллекционировала. А потом она мне предложила сделать книгу статей. Так появились «Нити вселенной». «Нити вселенной» создала Светлана Пелозерова вместе со мной. Упаковала, отредактировала, провернула колоссальную работу по вычистке моих авдиевых конюшен, всяческих идей и фантазий. Все смогла скоординировать. И сейчас я нахожусь на этапе завершения своей третьей книги или второй части романа «Книга снов», а также на этапе создания уже курсов вот дальнейшего направления. И когда сегодня я это продумывала, и это видео я все никак не могла записать, потому что я никак не могла все это собрать воедино на уровне ощущений, на уровне эмоций, сегодня у меня родилась вся линия, направление, как оно происходит, это развитие по спирали, как оно, вот это спиральное развитие мы проходим, и какие уровни мы проходим. Приходит человек со своей маленькой идеей, он ничего не знает о мире, он еще спящий, он проходит три дня эффективного мышления, он понимает, как мы должны мыслить, чтобы наша жизнь была эффективной. Точно такая же похожая программа со своими тонкостями, штуками. Есть у Светы, называется она «Секреты эффективной личности», потому что больше про мотивацию, про привычки, про результаты. А вот, потом идет 21 день пробуждения сознания. У Светы идет своя тоже история, где она 21 день также пробуждает сознание людей с помощью своих методов и дает мои программы. Программа плюс четыре в вашу пользу. После этого рождается игра, самодизайн. И женщины, и мужчины, все входят в поток создания своей матрицы сознания. То есть они проходят уроки, когда в течение трех месяцев они создают себе новую матрицу звезды Давида, шестигранную матрицу сознания. После этого им открывается четвертый уровень или сакральные знания. Мы уже создаем цветок жизни. Сакральные знания создают нас как уже совершенное сознание, как сознание, которое способно к дальнейшему росту и трансформации. После этого мы проходим в этап отдыха, месяц отдыха, перерыва. И человек, интегрировав все свои структуры и каналы, входит в проектирование своего дела. У Светланы это человек-продукт. Люди создают продукты, люди приходят уже многие с бизнесами, и она их ведет по своей методике. Тоже очень эффективная, на мой взгляд. Я тоже в каком-то смысле часть результата ее методики, потому что она много-много мне дала на проекте, который я тогда осваивала, именно бизнес-уровень. После Ходченкова она тоже мне дала достаточно большой пласт понимания, как это работает, ну и, конечно, продюсирование. После того, как мы проектируем уже свое дело, свои идеи, это происходит три месяца, мы создаем с вами, условно говоря, новое сознание, которое создает новые проекты, и начинается новое время. Представляете? То есть такое время, когда люди сотворяют удивительные вещи, матрицу. И в результате, как я вижу, как результаты, это всегда праздник, это всегда благодарность, это всегда возможность встретиться, обнять друг друга, послушать, поговорить, провести время. Это выездная группа в каком-то прекрасном городе нашей страны, либо с границы, где мы с вами встречаем новое время. И нам очень хорошо, мы теперь становимся цветком жизни, мы начинаем процветать, то есть это уже пошла активация. И даже если вы сейчас не зарабатываетесь только на этом, сколько бы вы хотели, даже если вы ничего еще не получаете из того, что вам вливают везде средства массовой информации, важно, что вы перешли из режима спящего потребителя в режим пробужденного творца. Это уже победа, вы уже никогда не будете прежним, и вы просто теперь из гусеницы, которая вечно ползала, превращаетесь в бабочку. Вы выходите в полет своей жизни, в полет своей души. Поэтому, друзья мои, вот что такое предназначение, это когда ты пришел к центру своего сердца, и ты как бы пришел домой, ты больше никуда не торопишься, тебе не надо никому что доказывать, ты больше не опаздываешь, ты в центре себя. Даже если кто-то желает тебе зла, кто-то желает тебе чего-то и пытается тебя ограничить, кто-то пытается влезть в твое пространство, ты все равно, это ты. И вот эту внутреннюю структуру никто и никогда не сможет разрушить. И когда придет время, эта структура сможет подняться и отправиться в свое дальнейшее путешествие, я думаю, в какие-то более удивительные миры. Хотя и этот мир прекрасен настолько, что одной жизни бывает так мало, чтобы его осознать и почувствовать на опыте. Сегодня такой прекрасный день. Крещенский сочельник. И сегодня я с радостью записала для вас это видео. Вы тоже часть этой команды, этой программы нового сознания и нового времени. New Time. Это программа полной активации и пробуждения человека. Как когда-то сказал Тони Робинс, у него есть свидание с мечтой, вот у меня это будет новое время и новое сознание. И мне кажется, что это просто прекрасно, что мы с вами прошли и еще проходим, и, возможно, еще будем проходить. Являемся частью этой маленькой мечты.